Впервые памятник самолёту МиГ-17 был установлен в 1975 году к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Находился в военном городке, после перестройки ветшал и разрушался. Инициативу общественников, историков и военных ветеранов об установке памятника в новом месте поддержали депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава города Елена Лапушкина. В Центральном военном округе одобрили предложение о переносе. В мае 2021 года самолёт силами военных был перевезён в мастерскую с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО в Самаре, где его отремонтировали. Для ветеранов установка памятника – большой праздник, ведь Куйбышев, а сейчас Самара – пламенный мотор авиационной и космической промышленности страны. МиГ-17 – боевой символ советских вооружённых сил. С 1952 года начато производство МиГ-17, первого из серийных истребителей, достигшего скорости звука. На МиГ-17 охранялось все воздушные границы СССР, где они неоднократно вступали в схватки с самолётами-нарушителями наших границ. Ветераны поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова и депутата Александра Хинштейна за работу по увековечиванию памяти о славных и героических страницах истории страны и за неоценимый вклад в дело патриотического воспитания молодёжи. Этот памятник, который мы открываем в преддверии Дня России, символизирует трудовую и боевую доблесть наших с вами земляков. Во многом благодаря авиастроению город Самара носит звание города трудовой доблести. Монумент в честь самарских авиастроителей, лётчиков-испытателей, авиаторов появился на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и школой. Я очень надеюсь и очень рассчитываю на то, что здесь всегда будет многолюдно, что идущие с Арбата или едущие мимо будут обращать внимание, смотреть на самолёты. У них будут возникать при этом высокие в прямом и переносном смысле этого слова мысли. В Южном городе около пяти тысяч человек подписали петицию в пользу установки памятника именно на этой территории. МИГ-17 расположился неподалёку от военно-спортивного аэродрома Кряж. Виктория Шарая, Юлия Василькина, Максим Бусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова